Добрый вечер, дорогие слушатели! С вами Ирина Ясина и программа «Моя жажда жизни». Вот слушаю всегда новости перед тем, как начинается моя программа, и думаю, каким же диссонансом, в сравнении со всем этим кошмаром, со всеми этими придуманными уголовными делами, какими-то страшными угрозами пьянияна и всего прочего, кажутся мои герои. Это смечательные люди, которые вдруг начинают ходить не так, как принято в нашем циничном обществе, или, по крайней мере, не так, как думают люди, живущие в нашем циничном обществе. Люди ведь думают как? Думают, что все хотят либо бабок, либо власти. Либо бабок и власти, как в России, где не разделены собственность и власть, как в любой восточной деспотии, это мы знаем. Из курса политэкономии, вот с моим гостем мы слушали этот курс на одном в культете когда-то. Вот, тем не менее, вот хотят люди, чтобы вокруг был красивый. И таких людей я очень люблю и зову к себе в программу. А вот мой сегодняшний гость, действительно мой однокашник бывший, мы тогда, правда, не были знакомы, Алексей Шевцов, закончил экономический факультет МГУ, как я выяснила, на два года раньше меня. Но после этого жизнь его сложилась не так, как написано на роду выпускникам экономического факультета. Не пошел он, ну а может сначала пошел, а то он расскажет во всякие там государственные структуры, промышленность и так дальше. А вот поехала жить в город Плёс через какое-то время и устроила там то, что вообще-то хотелось бы, чтобы было везде в России. Вот такую конфетку, такое замечательное место, куда хочется приезжать. И смотришь и думаешь, какая же Россия замечательная страна. А вот приезжаешь в Плёс, там сначала на Сапсане, потом по приличной дороге, но это, правда, не Алексей Шевцов, виноват в том, что дорога приличная, а там просто у него сосед объявился, Медведев, Медведь Анатольевич, который там что-то захотел поблизости. Ну а для Медведева, конечно, дорогу построили. Так вот, начиная разговор с Алексеем Шевцовым, я хотела бы спросить, Алексей, наверное, о самом главном для меня. А вот что двигало вами, когда вы решили переехать в Плёс и начать его благоустраивать? Ведь вы же не сразу стали мэром, вы сначала были, наверное, просто жители. Что вами двигало? Чисто вот шажда наживы, там, устроить место, с которого получать дикие деньги? Либо какая-то удивительная вера в то, что провинция российская возможна к возрождению? Вы знаете, я жил там в детстве, у меня бабушка в 15 километрах от Плёса, и я проводил все летние каникулы в тех местах. Поэтому можно сказать, что я вернулся на малую родину, и несмотря на все поездки заграничные, многочисленные, я убеждался, что маленький городок Плёс на Волге, он как-то, знаете, конкурентоспособен в том смысле, что вот он выглядит прекрасно и на фоне западноевропейских городков, и на фоне американских, и надо ему немножко помочь поддержать достоинства, где-то что-то подремонтировать, совсем чуть-чуть. То есть вы таких глобальных планов перед собой не строите? Ну, вы знаете, всегда мечта разворачивается. Сначала мучительно захотелось построить дом. Когда дом построен, захотелось как-то вокруг благоустроить, потому что не может быть дом хороший среди разрухи. постепенно вот эта идея восстановления старинных обреченных домов в центре города, воссоздание, как один журналист заметил, мы их с женой воссоздаем таким образом, как будто в них теперь живут правнуки тех дореволюционных обитателей, как будто революции не было. Жизнь шла своим чередом. Да, и просто потомки благоустроили, обновили эти дома с уважением к прадедам. Это большая редкость для нашей страны, чтобы так вот старые древние избы, полукаменные купеческие дома, чтобы они не подверглись, например, евроремонту, не были снесены. А вот у нас, как в Швейцарии, старые бревна котируются, ценятся наличники, водосточные трубы, все эти жестяные крылечки в плёсе, всё это имеет высокий статус. Люди восхищаются теми мелочами, которые по всей стране, в общем-то... Здравствуйте, на помойку. Да, да. Я для тех наших слушателей, которые не сильно знают географию европейской части Российской Федерации, поясню, что плюс населением, по-моему, 2,5 тысячи жителей... Да, 2,5 тысячи. Это город на севере Ивановской области, на берегу реки Волги, а на той стороне Волги уже Кострома, то есть Костромская область. Но до самой Костромы километров 20, наверное. 70. Ах, 70. Значит, я тоже не очень хорошо знаю. И город Плюс каким-то удивительным образом стал таким просто местом, куда хочется приехать. Вот в каком году вы начали это делать, Алексей, и что всё-таки... Ну, я понимаю, что сначала захотелось построить дом, то есть деньги были на то, чтобы построить дом. Чем вы изначально занимались? Вы знаете, я, когда заканчивал экономический факультет, писал диссертацию, то как-то сосредоточился прозорливо на ценных бумагах, на системе участий. Слушайте, но это же было ещё при советской власти. Да, и вот почему-то мне хотелось писать о том, где нет пролетариата, классовой борьбы, вот всего этого идеологизированного. И такая тема, третий том капитала, ценные бумаги на американском материале. И в результате мы создали маленькую инвестиционную фирму, консультировали нефтяников, заработали первые деньги, затем купили машиностроительный завод, довольно крупный. Это в Орске, насколько? В Орске, да. Но там тоже ностальгическая нота, потому что Орск – это город, где я родился, потому что маму направили на Целину в своё время из Ивановской области. А ты там замуж вышла? Да, и вот я родился в Орске, и на этом заводе работали мои родители, поэтому там тоже инвестиция такая получилась наполовину эмоциональная. То есть, ностальгическая. Да. И 8 лет я был председателем Совета директоров этого завода. Он как бы младший брат Уралмаша, вот так тяжёлое машиностроение. И постепенно перемещал фокус внимания на уже такой, знаете, проект всей жизни. Это проект возрождения Плёса. С 2000 года я занимаюсь Плёсом, и вот всё более и более активно. Но я, правда, хотел добавить, что очень хочется, чтобы у слушателей не создалось такого, знаете, впечатления, что было Богом забытое место. Нет, оно не было Богом забытое, потому что Плёс – это Левитановские места. Да, мы всегда знаем, что Плёс, вообще он 600 лет, уже Плёс создан Василием Первым, сыном Дмитрия Донского. Понимаете, у него очень хорошие родословные Плёса. Левитан сформировал имидж Плёса как города художников, как такого, знаете, образца русской пейзажной красоты, эталона. Потому что три лета провёл в Плёсе, и вот после Левитана Плёс стал знаменит уже как такое модное дачное место, город художников. Насколько я помню экономическую историю, после того, как в 1870 году построили железную дорогу и перестали по Волге возить грузы теплопроходами, Плёс захерел очень сильно. Левитан-то был до этого. Нет, нет, Плёс захерел и 18 лет ждал Левитан. То есть у него был период безработицы у Плёса, действительно, железная дорога Москва-Кинишма его коммерческие перспективы подорвала. А, кстати, можно вспомнить ещё и ту эпоху, благодаря которой в Плёсе семь церквей и особняки каменные на набережной. Это эпоха после войны с Наполеоном, потому что Верхняя Волга, этот регион, очень выиграл от того, что Московский регион был, в общем, разрушен военными действиями, и экономическая активность переместилась вот туда, скажем так, ближе к Плёсу. Плёсские купцы построили в первой, третьей XIX века все те двухэтажные особняки, которые сегодня украшают набережную. И это был период процветания Плёса, а, конечно, железные дороги, вот эти полвека процветания подвели к, в общем, положили конец этому. И Левитан приехал уже в город захеревший, безработный, не знающий, что ему делать. Но при советской власти лучше не с того. Вы знаете, при советской власти, надо сказать, плесяне быстро сориентировались. Меня поражает такой факт, что вот когда произошла революция, и она вроде бы поставила крест на перспективах Плёса как модного дачного места, последний дореволюционный дачник Шаляпин так ни разу и не побывал на своей даче. Но уже в 2019 году плесяне провели умелую презентацию для большевистского наркома Луначарского. А что презентовали? Презентовали Плёс как идеальное место для одного из первых курортов советской власти, для рабочих и крестьян, для детей. И причем потом эту идею рабочих и крестьян и детей как-то так немножко подменили курортом для артистов. Ну понятно. И в Плёсе в 1924 году были построены дачи, это вот одна из первых советских курортных построек по канонам дореволюционным. Поэтому город умел приспосабливаться. Но тем не менее, насколько я понимаю, в 80-е и 90-е годы особой жизни там не было. Наступила очередная пора безработицы, потому что профсоюзный туризм крахнулся. И вот город опять-таки влочил. И вот тут вам пришла в голову странная мысль заняться поднятием с колен российской провинции. — Да, пришла странная мысль. Я для начала построил такой, знаете, очень хороший дом. Вот очень хороший дом, я признаюсь... — Для себя? — Да. Надо, знаете как, теория разумного эгоизма состоит в том... — Чернышевского очень люблю. — Да. Я специально это вот знаю, что вы любите Чернышевского. — Нет, нет, нет. Я только теорию разумного эгоизма. Всего Чернышевского нет. — Подпустил вот эту вот цитату. Надо построить хороший дом, чтобы проект не был каким-то, знаете, таким вот холодным вахтовым проектом. Надо приезжать туда, к себе домой, жить там. — Вы прописались там, выражаясь советским языком? — Вы знаете, с идеальной пропиской московской так и не порвал. Должен признаться, что... — То есть всё-таки летун. — Это всё-таки, знаете, есть такие вот незыблемые вещи. Дочь здесь учится в МГУ, поэтому мы должны быть рядом. — Но тем не менее, Алексей, вот всё-таки это была в определённом смысле авантюра. — А никто ведь кругом этого не делал. — Почему вдруг вы отчаянно кинулись с головой в то, чтобы вкладываться в такой, в общем, непопулярный вид занятия, как вложение в маленький русский курс? — Ну, вы знаете как, ведь если присмотреться, вся история человечества основана на безрассудных, каких-то амбициозных и даже несуразных поступках. — Если бы люди были рациональны, то у нас не было бы сейчас ни дворцов, ни свершений, ни каких-то изобретений. Все бы скромно, тихо проживали свою жизнь и не оставляли следа. Поэтому, конечно, этот проект совершенно такой вот некоммерческий, он не рассчитан на извлечение денег, но он рассчитан на большее, он рассчитан на счастливую жизнь, заполненную. И я как-то вот поверил в то, что этот маленький городок будет таким, знаете, неблагодарным полем для инвестиций, а просто благодарным предметом деятельности, что ли, вот полем для работы. И мои ожидания оправдались. Хотя был, знаете, какой момент отчаяния. Я, допустим, покупал разрушенные дома, люди с удовольствием продавали, ну, правда, по высоким ценам, и уезжали в областные центры. И я чувствовал, как в прошлом специалист по ценным бумагам, что вот этого уровня поддержки не наступает, все продают, я покупаю. — Никто больше не кидается в этот дом. — Да, и потом, все-таки, через некоторое время я испытал вот эту вот упругую поддержку. Продавать прекратили, плесяне испытали прилив гордости за свою недвижимость. Теперь купить дом в Плёсе — это целая история, это дорого. — А войны начались? За землю? — Нет, ну, есть, я хотел сначала о чем сказать, что вот мы отсекли, самое главное, этими высокими ценами тех легкомысленных людей, которые хотят как-то очень дешево купить и быстро построить какие-то ужасные коробки в городе-заповеднике. Их надо отпугивать, конечно, более-менее высокой ценой. Вот, но сейчас Плёс действительно вошел в такой период, который я называю эпохой, может быть, Плёсского Бородина, Бородинского поля, потому что он очень прибавил в статусе, в каком-то весе, в том числе финансовом. И, конечно, знаете как, мы, русские, не умеем так вот планомерно, как европейцы, обустраивать нашу землю. Допустим, мы говорим, плюс, там министр культуры произнес такую фразу, плюс русские канны. Но забыт такой аспект интересный. Что такое канны? Это берег моря, где строжайше запрещено, строжайше регулируется строительство. Понимаете, там никуда не двинуться. Вот это вот не просто так все красиво. Виллы, берег, канны, все это очень строго охраняется. А у нас нет. У нас хотят, чтобы были канны, но при этом, чтобы любой мог построить, что ему хочется. И везде, без всякого зонирования, чтобы все было. Понимаете, все для всех, в одной тарелке, на одном квадратном метре. Вот я приведу пример. Недавно мы отбили такую, так сказать, атаку. Были организованы такие маленькие кулуарные публичные слушания. По такому вопросу, в жилых кварталах города дописать разрешенное использование земли базу отдыха. Получалось, что коммерческая недвижимость просто выбьет жилье. Базы отдыха будут возникать рядом с жилыми домами без спросу соседей. Ну, к счастью, мы это заметили. Но вот буквально каждую неделю идет какая-нибудь такая новая вводная. То вот база отдыха. То есть у нас народ на выдумке. Да. Гораздо. Да, да. Власть, придержащая народ, гораздо на выдумке. А власть придержащая. А вы теперь уже ведь не мэр, Алексей. Да, я был два года председателем совета. Теперь я рядовой депутат Плёсского совета и возглавляю общественную организацию «Общество друзей Плёса». А новый мэр разделяет ваше устремление превращения Плёса в такую вот точку роста российского? Знаете, я бы сказал, что на уровне Плёсского совета там, конечно, решаются задачи более такого практического плана. Совет ближе к жителям, плесянам, скажем, к текущим вопросам. А задачи стратегические, наверное, сейчас принято, чтобы этим занималась область, район. Но в случае с Плёсом получается так, что, знаете, этот крошечный город является музеем-заповедником федерального значения. А я слышала, там Михаил Мень какие-то рок-концерты хотел приводить. Вроде это противоречит одному. Да. Михаил Мень губернатор тоже для слушателей. У нас есть определенная дискуссия по этому поводу. Мягко выражаетесь. Мягко. Дело в том, что я разработал такую концепцию развития Плёса, по которой все шумное, яркое и не вписывающееся в Левитановский идеал должно быть где-то в 5-7 километрах от города. Но есть другая точка зрения, что все причалы, канатные дороги, спорт, дискотеки, ночные клубы, все это должно быть именно в центре Плёса. Мы, конечно, не можем разделить этой точкой зрения и энергично, но цивилизованно воюем с ней. Ну, если, возможно, в России энергично, но цивилизованно воевать, так я это только приветствую. Только всегда страшно, чтобы это перешло в какую-то другую стадию. Вы не поэтому, не из-за этой войны перестали быть мэром? Нет, нет. Просто, знаете, два года руководства Советом дают достаточно материала для того, чтобы понять, что все-таки быть мэром Плёса, это не значит формировать стратегии его развития. Вот на общественной должности большая свобода рук, я могу лучше себя реализовать как инициатор проектов, как журналист. Мы создали газету «Плёский вестник», газету, я активно туда пишу. Вот таким образом. Интересно. Я понимаю, что у нас с вами скоро перерывы должны быть, но тем не менее я хотела бы начать обсуждать еще одну тему. Реакция людей, вот тех самых Плесян, когда вы начали свое, так скажем, действительно значительное переустройство, потому что это такие патриархальные основы жизни, в общем, наверное, в значительной степени подорвало. Потому что ведь, что греха таить, у нас часто в народе такое вот, мы в собственном неудобстве и, мягко выражаясь, неудобстве будем прозябать. Но тем не менее, никого не пустим, тем более пришлых, а вы вообще с московской пропиской. А тут, понимаете, командовать будет, скупать все и так далее. Наверняка же смотрели косо. — Было поначалу, ну, такое, знаете, чувство, хотя я, когда покупал дома, то это все было очень медленно и по высоким ценам, но, конечно, у людей было такое чувство, что кто-то состоятельный, кто-то со своими планами приходит. — Как такой пришел? — Приходит, да, поэтому определенный дискомфорт чувствовался. Но вот на выборах уже я получил больше всех голосов из депутатов. То есть это все, как говорится, за несколько лет люди меня узнали, поняли, и они поняли как раз, что Плес получает какой-то новый импульс. И с другой стороны, жители Плеса, с моей точки зрения, это главное достояние туристическое этого города, потому что в Плесе нет значительных музеев, нет достопримечательностей. И там смысл в том, чтобы знакомиться с искусством жить по-русски, с людьми, ходить к ним в гости, отдыхать. — А люди вот это приняли, вот жители города Плеса? — Да, да, это, ну как, им это нравится? — Сразу или не сразу? — Нет, конечно, я думаю, года два-три требуется для... — То есть русского человека можно иметь? — Можно. Можно. Это у нас иллюзия такая, что мы обречены, в общем, такое пораженчество, что Россия обречена. Я не верю в этот взгляд. — Ну вот, собственно, я потому вас и позвала, потому что я тоже не верю, и всяко хочу доказывать, что абсолютно не обречены, и только посмотрите внимательно вокруг и увидите массу людей, которые верят в собственные силы и в силу нашей Родины. — По этому поводу вот я про людей спрашиваю. Я же у вас была в Плесе какое-то время назад, по-моему, год-два, и многое там меня поразило. Больше всего меня поразил, конечно, памятник кошки Мухи, потому что вместо героического там какого-нибудь Ленина Дзержинского в городе стоят памятник кошки, которая погибла, защищая своих котей. Очень трогательно и как-то вот прям слезоточиво. Вот много чего мне там понравилось, но я поняла, что рыба продается на набережной, художники там какие-то торгуют своими замечательными картинками. Увидела я теплоходы, с которых вываливает просто народ. Скажите, а пристань всегда ведь была в Плесе? Ну да, их было несколько пристаней, это все с дореволюционных времен тянется. А это у вас снимался жестокий романс? Частично да. Вот там, где парад сходит с ласточки на пристань? Да, да, да. Это вот как раз ваше место? Да, высокий берег Волги, беседка над Волгой. И вот в Плесе этот колорит такой. Ну мы же недалеко от Кинишма, она тоже в 60 километрах. Кострома с одной стороны выше по Волге, Кинишма ниже по Волге. Поэтому у нас, можно сказать, места Островского, места такие купеческие, волжские. Давайте прервемся на рекламу, поскольку мы купеческого сословия посчитаемся. А теперь вот во время этой программы уважаем рекламодателей. Я хочу напомнить, телефон в студии. Это 495, код Москвы, 651099 и 6. Также можно писать на сайт финам.фм, на страничку программы «Жажда жизни». Если кто захочет поговорить с нами о том, что Россия небезнадежная, и мы вполне себе можем даже в маленьких городах, не только в Москве, а уж в Плесе совсем маленький, 2500 жителей, устроить жизнь так, чтобы там хотелось находиться. У меня вот в связи с жизнью в городе Плесе такой вопрос. Не секрет, что Россия страна летняя. То есть летом, где-то там с мая по сентябрь мы живем, наслаждаемся, все у нас прекрасно, а потом начинается долгая, тяжелая, мучительная зима. А вот что, кроме как пить горько, этой зимой делать человеку, который живет в городе Плесе? Вот что делают жители города Плес в долгие зимние вечера? Долгими зимними вечерами жители города Плеса, традиционно они пьют чай, ходят друг к другу в гости, старшее поколение. А туристы есть зимой? Туристов очень много приезжали всегда и приезжают на Новый год, на каникулы. Это один из главных туристических сезонов, очень наполненный. Затем очень много туристов на Масленицу. Я бы так сказал, что вот эти 10 дней Нового года, они позволяют местной туристической индустрии прокормиться, скажем, уже остаток зимы. Но вот тем не менее, вот этот пустой сезон, хорошо, март. Но я хотел бы тут сказать, что большое достижение действительно Михаила Александровича Мения состоит в том, что у нас в городе, кроме традиционных беговых лыж, которые, как известно, не очень модные сейчас в мире, появился пусть и небольшой, но очень хорошо оборудованный корнолыжный курорт. Там совсем крошечные, конечно, по альпийским меркам склоны, длина 300 метров, перепад высот 40 метров. Но для начинающих самое. Да, но там уже три трассы, подъемники. А подъемники бугельные или какие? Подъемники бугельные, да. Но поговаривают уже и о более серьезных. И самое главное, что и будучи президентом, и будучи теперь премьер-министром, Дмитрий Анатольевич Медведев, когда приезжает в Плюс... Рассекал там, да? Нет, когда приезжает в Плюс, он часто, по многу катается на Милой горе, так называется курорт. Вот мы придумали такой бренд «Милая гора» по названию соседней деревни Миловка. Но он, собственно, там построил уже себе что-то в Миловке. Там в Миловке, рядом с Миловкой, отреставрирована усадьба. Такая старинная усадьба, где жили дворяне, потом пабриканты. Ну хорошо, Алексей, а вот Плюс, с вашей точки зрения, ну, предположим, даже зимой никто не пьет, и все замечательно. Плюс останется одним Плюсом, потому что кругом-то ведь, собственно, ничего не изменилось. И в том же Фурманове, который на полдороге от Иванова к вам, тоска смертная наверняка. Вот что должно произойти, чтобы не только маленький Плюс, которому, наверное, повезло, что вам пришла в голову такая мысль, что вы там росли и вот хотите, чтобы там все было хорошо. В общем, наверное, романтическая такая идея. А ведь вполне могло не повезти. Что должно произойти, чтобы вот таких Плюсов стало побольше? У нас в этом смысле для Ростуризма, для Министерства культуры приготовлена идея в масштабах страны, идея нового подхода к туризму, как показывать российскую провинцию. Ох, как интересно, расскажите, я тоже хочу знать. Дело в том, что у нас традиционно мы стыдимся провинции, стараемся показать в ней не саму провинцию, а какие-то ростки столичности, ростки чего-то городского. Нас восхищает асфальт, какие-то, знаете, дома не деревенские, а уже с городским каким-то колоритом. Надо обратиться к другой модели туризма. Называется ответственный туризм в переводе с западноевропейского. Там несколько слов есть. И этот ответственный туризм говорит, что делать акцент надо на подлинности, на неторопливом, спокойном изучении, погружении в среду. Не надо торопиться, не надо так вот стремиться к комфорту и стандартам. Если вы куда-то приехали, то уделите этому время, посмотрите, как живут люди, познакомьтесь. Это такая, знаете, с одной стороны, недорогая модель туризма, не требующая огромных затрат. И вот если российскую провинцию подготовить к приему туристов, научить российскую провинцию по образу Плёса, как-то, знаете, гордиться своими, пусть маленькими, но деталями истории... Слушайте, ну, в 20 веке эти детали истории вообще никого не интересовали. Люди предпочитали спрятать вообще все детали своей собственной истории, только чтобы никто не заподозрил, например, что они из купцов. Это в нашей стране да. Вот как это преодолеть? Ну, мы должны взять на вооружение опыт той же Франции, Италии. Там же каждый сантиметр пространства оформлен своим брендом, изучен, понимаете? Там каждая деревня гордится своей собственной историей, и об этом книги, фильмы. А у нас вы едете по стране, и, скажем, характерно, что десятки, сотни километров как бы такого пустого, однородного пространства, про которое вам ничего не известно. Ну, вообще-то нас мало для того, чтобы это пространство заполнить. Может быть, в этом беда? Я думаю, это создает и ресурс. Мы должны не просто охранять это пространство, но и сделать его пригодным для изучения, для освоения. Хорошо бы еще и заполнить его. А вот, кстати, как в Плёсе рожают или уезжают и не живут? Ну, как из маленьких городов уезжают, живут в большие города. Тоже в Иваново, или в Москву, либо в Владимир. А в Плёсе остаются и рожают или как? Я думаю, Плёс очень маленький городок все-таки, где население... Там есть крен, конечно, в старший возраст, потому что люди, отработав насыщенную жизнь где-то в Москве, в Петербурге, на севере, возвращаются. То есть больше пенсионеров, скажем, чем в среднем по стране, меньше молодежи, чем в среднем по стране. Но сейчас нынешний Плёс создает рабочие места. И я могу так сказать, что плесяне остро востребованы на рынке труда. У них даже такое вот миропонимание формируется, как, например, у граждан Лихтенштейна, которые знают, что если у них есть статус Плёсского жителя с Плёской пропиской, с Плёским жильём, то, в общем, жизнь их обеспечена, они или возглавят что-то... То есть жители Фурманова завидуют жителям Плёса. Жители Фурманова едут на работу в город Плёс, надеются познакомиться с плесянками как-то там и, в общем... Вступить в законный брак. Да, то есть это вот модель плесянки, в чём-то похожа уже и на москвичек. Слушайте, ну то есть вы вообще успешный человек, в том смысле, чтобы свою вот эту мечту, превращение места, где у бабушки гостил каждое лето в такой город-сад реализовали? Да, реализовали, хотя, естественно, древо жизни пышно зеленеет, поэтому реализованная мечта, она всегда как-то богаче, чем... А чем богаче, Алёш, примеры приведите. Что за сюрпризы вас ожидали? Когда я в целом мечтал о возрождении Плёса, о процветании Плёса, я подозревал, что у нас будут вот эти трудные периоды, минные поля, и, конечно, я не думал, что, например, будет проект канатной дороги через весь Плёс. Мы отбили этот проект канатной дороги, который задумывался, знаете, для удобства туристов, чтобы им тратить 15 минут на осмотр города, чтобы затратить большие деньги. И вот канатная дорога. Отбили канатную дорогу, появился проект насыпной площади для проведения мероприятий в Волге, где 15... В Волге не Волге? Нет, в Волгу это должно было выступать на 40 метров, там 15-метровые глубины, в общем, создать насыпную площадь перед городом. Наверное, это очень много денег. Это тоже аргумение. Как понятно, бывают с этих денег и то, что по-русски называется откат. Выпрямить торговую площадь старинную, она наклонная, неудобна для мероприятий, выпрямить Левитановскую рощу, застроить спортивными объектами. То есть у нас очень много вот таких вот... Как сказать... Дурных инноваций, я своим языком. Инноваций, да. И мы, в общем, в обществе друзей Плюса всегда на чеку. Вот последние месяцы у нас идут в таком режиме... А с чем теперь боретесь? Ну, сейчас развернулось, скажем так, генеральное сражение за генеральный план. Потому что, когда... Я думала, это только в Москве. Оказывается, в Плюс. Мы же маленькая модель Москвы, России. У нас генеральный план, хотя мы город-заповедник федерального значения, он проект новый, был создан за месяц неизвестной фирмой. И в этом генеральном плане, естественно, в изобилии были представлены коттеджные поселки. А кто заказывал? Ну, заказывали силы, влиятельные круги. Вот, влиятельные круги. И этот генеральный план удалось завернуть. И сейчас идет подспудное ожидание нового варианта генерального плана. Поэтому мы, в общем... Это все как в жизни. Да, да. При том, что, наверное, так, поглядишь на Плюс, такое идиллическое место. Ну, менее идиллическим он от этой борьбы не становится. У нас ведь скоро лето. В июне фестиваль, кинофестиваль «Зеркало» имени Тарковского. А это вы все придумали? Нет, нет. У нас... Я придумал Левитановский музыкальный фестиваль. Это в сентябре. И несколько других праздников. «Зеркало», инициатива губернатора. То есть его инициатива проводить «Зеркало» фестиваль Тарковского в Ивановской области и инициатива перенести его из Иванова в Плюс. Это произошло буквально год назад. Насколько я помню, «Зеркало» ведь и снималось где-то в ваших местах. Нет, вообще-то родина Тарковского Юрьевец. Это в ста километрах, в ста с лишним километрах от Плюса. Но Юрьевец, Тарковский родился там, но не любил. Юрьевец очень пострадал от подъема Волги. Он наполовину съеден водохранилищем. И сейчас он возрождается, но Плюс, конечно, в выгодном таком отношении, ближе к Иванову, больше, успешней идет вперед. Поэтому вот сейчас фестиваль Тарковского, несмотря на то, что мы не родина Тарковского, но он достался... Ну понятно, то есть губернатор МИИ не только дурные инициативы исходят, но и положитель. Нет, ну я бы так не сказал. Фанатная дорога, вы же сами, я понимаю, что это сверху было спущено. Там, я бы сказал, это коллективная мысль. А вот о кинофестивале это лично, Михаил Александрович. Ну тогда, значит, честь и мухала. А что еще интересного у вас? Что вы придумали еще? Я думаю, что у нас вот эта модель ответственного туризма, о которой я говорил, она позволяет туристам приехать в Плюс после традиционного осмотра Золотого кольца и заняться совершенно необычными делами. Вот, например, согласитесь, когда вы ходите, смотрите на наличники, вот даже дом, где вы жили в Плесе, наличники, нам кажутся наличники на русских таких вот домиках в три окошечка просто узорами. Но архитектор Зырянова, наш городской архитектор, она написала целую работу, где раскрыла смысл этих узоров. Вот, например, дом, в котором вы жили, там наличник с драконами. Есть наличники с солнцем, с, так сказать, изображением поля вспаханного, воды, льющейся сверху. Я хочу, Алексей, прервать вас на минуточку и для слушателей просто сказать, что вот эти маленькие дома, которые скупал Алексей, и полуразрушенные, как он говорит, и отреставрировал, сохранив их внешний вид абсолютно, они внутри абсолютно комфортные. То есть там кухонка такая, оборудованная вполне себе правильными чайниками, плитами и так дальше. Очень хорошие постели, там все удобно, уютно, но при этом русская печка стоит, и притолоки низкие, и пороги высокие. И вот прям вот все, как было в моем детстве, когда я у своей тетушке гостила в Новом селе Владимирской же области. Вот. Я, тем не менее, все время хочу у вас спросить, а почему вы верили в успех? Что давало вам силы вот это все делать? Потому что уж более нетрадиционный способ жизни вы себе избрали. Ну, знаете, как, мы же оптимисты, и так вот как-то получилось, наверное, всю жизнь все, в общем, удавалось. Тьфу-тьфу-тьфу. И не жалеете, что ценными бумагами бросили заниматься? Нет, я занимался ими, когда это было такое романтическое занятие, вот в первые годы российского рынка по ценным бумагам, но это занятие, в общем, для определенного возраста занятие идеальное, быть специалистом по ценным бумагам, инвестиционным банкиром, а потом хочется заниматься чем-то более осязаемым, таким, знаете, высокодуховным. Как вас сейчас воспринимают ваши соседи? Ну, в общем, нормально, я полностью интегрировался. То есть вы друзей среди них имеете? Да, конечно, конечно, там... В гости ходите? Я вот завтра рано утром поеду на Сапсане как раз до Владимира, да, до Владимира, потом машиной в Плюс и там уже все расписано, встречи. А скажите, жена Наташи, она вас поддерживала во всех ваших деяниях или сначала сказала, ой, с ума сошел, давай останемся на заводе. Вот сначала она как-то не очень понимала, зачем за 400 километров от Москвы там вот что-то так много делать. две с половиной тысячи жителей, ну и так далее. Но помог тот дом, который я сначала построил, потому что она заметила, что там очень хорошо, уютно, и вот за несколько лет привыкла и она, и дочь, и вообще все наши родственники, все очень полюбили Плёс и Плёсское общество, и мы полностью срослись с этим маленьким, но гордым городком. Ну вот тем не менее, Алексей, я прочитала в интернете очень много всяких ругательных про вас статей о том, что вот из-за того, что там теперь рядом с Плёсом Медведев себе построил чего-то, вырубили все березы, потому что типа у сына Медведева аллергия на березовое цветение, там еще что-то, еще что-то, вообще вы там такой капиталист расхититель тоже в этих публикациях. в интернете людям же надо чего-то такого острого, злобного, это всегда. Но тем не менее, я предполагаю, что в городе не все, вот руководствуясь этой хранительной русской традицией, были за то, чтобы вот вы в такую новую струю подносили. Я бы по-другому сказал, знаете, как горожане, они очень хорошо чувствуют, что у них больше стало денег в карманах и потенциально они владельцы более дорогой недвижимости, к ним больше уважения. А есть такой вопрос, до сих пор нерешенный областной властью, что вот является ли плюс для его жителей городом, ну традиционно у нас как принято, город существует прежде всего для его жителей, но в случае с плюсом тут получается такая странность логическая, жителей мало и есть соблазн объявить другую задачу, поставить, что, например, плюс это для, например, ивановцев, для всех, но при этом жителей как-то надо подвинуть. то есть, например, если живут какие-то жители на набережной, а рядом мы делаем пляж, а жители, например, старушки, они нуждаются в тишине, но понимаете, это так старомодно, старушки, тишина, а здесь пляж, музыка, веселье, и у нас получается такое вот столкновение комсомольцев с, так сказать, я ровно об этом и говорю, как это умирай, старуха, спекулянтка, набушка, мы идем в атака юных внуков, и получается, что местные жители тихие, приличные, они, как говорится, тихо одобряют, а, допустим, некие инициативы из области людей не разобравшихся, как надо устраивать туризм, они приводят в том числе и к выступлениям в прессе, я могу сказать, что вот вот эта нота, что местным жителям должно быть немножко хуже для того, чтобы всем было лучше, как бы у нас не получается так, что для того, чтобы в Плёсе было хорошо отдыхать, надо... Алексей, тут ведь какая еще история, все-таки местные жители, вы сами сказали, они стали богаче, как минимум, и недвижимость их стоит больше денег, одновременно значит, и рыбку съесть и так далее, то есть и богаче стать, и чтобы покой был, как раньше, так, наверное, не бывает. Ну, нам надо научиться искать решение в том, что прежде всего любой город должен быть удобен максимально для жизни, в этом будет залог успеха. Если мы каждую точку России хотим сделать пригодной для чего-то, не для жизни, а для чего-то другого, для отдыха, для веселья, но неудобной для жизни, то мы, конечно, не добьемся ничего хорошего. И это золотая середина. Вот у меня странно мигает лампочка. А вот это означает, что звонит Светлана. Светлана, добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте, спасибо, очень интересная передача. Я просто хотела для себя уточнить, вот есть Окский Плюс, а есть Плюс, это два разных города, я так поняла, два разных, разных, конечно. Гость, приглашенный, это Владимирское область. Ивановское. 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 То есть Окский Плюс и Плюс это одно и то же? Разные вещи? Нет, это разные вещи. Это разные. Ивановский Плюс на Волге. Плюс на Волге это граница Ивановской и Костромской областей, город в 70 километрах от Иваново, в 70 от Костромы, он на Волге находится непосредственно не на Оке. Имени товарища Левитана. Да, Левитановский Плюс. Понятно, то есть это Иваново. Скажите, пожалуйста, а если, допустим, индивидуально доехать, это только на Савцане можно вот на этом поле? можно на машине. И тысячи туда не ходят наши московские, если на экскурсию поехать с ребенком. Можно поехать двумя путями, точнее, тремя. Можно поехать автобусом, есть автобус Москва Плюс. Это именно Ивановский Плюс, это со Щелковского, Да, 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 да. Есть автобусы Москва Плюс, затем поезда ночные, например, до Костромы и до Иваново, и там автобусом час до Плеса, или на Кострому, или до Иваново расстояние одинаковое. Вот. И если своей машиной, то можно ехать опять-таки по любой стороне Золотого Кольца или по Владимирке, или по Ярославке практически одинаковое расстояние. Плюс это такое... Спасибо вам большое за тощение, это Ивановская область, город Плес. Видите, как хорошо. Спасибо. Я могу вам сказать, Светлана, что у них еще невероятные плюшки прямо на набережной продаются, а кто плюшки печет? Моя двоюродная сестра. Вот так вот. Она, которая жила в Плесе, да, оставалась? Да, да, да. Татьяна Юрьевна, она у нас шеф-кондитер. Торты вообще невозможны. Я сладкоежка, я поэтому там просто умирала от счастья в этих кондитерских и думала, что столько есть нельзя. Все очень благостно выглядит, Алексей, но тем не менее вы одни. Вот никто за вами вроде как не идет. Ну, мы надеемся убедить все-таки Ростуризм, Минкультуры, что наша модель туризма, наша модель развития заслуживает копирования. Вот еще мигало. Что бы это значило? Алексей, ваш тезка. Добрый вечер, Алексей. Здравствуйте. Я хотел бы спросить у вашего гостя, у моего тезки, не поддерживает ли он связи, поскольку Плес это известное место пребывания Левитана, с музеем самодеятельным Левитана, который организован тоже одним замечательным человеком и бизнесменом во Владимирской области. Вы знаете, нет, пока у нас нет таких вот контактов, мы знаем об этом музее, но у нас, я дружу с музеем Левитана, который в самом Плесе, и вот может быть, вы такую мысль подали, надо эти два музея Левитана как-то может быть, Алексей, который гость, если он знает, то есть звонящий Алексей, если он знает координаты этого, а вы оставьте редактору, ладно, не вешайте сейчас. Готов продиктовать. Нет, вот редактор сейчас переключит снова на себя, спасибо вам большое, оставьте, пожалуйста, координаты, мы вот видите, как-то займемся этим проектом. Еще и сотрудничество новое организуем. Ну, так вот, к грустному возвращаясь, все-таки вы одни пока. А я как-то других-то не знаю прецедентов. Говорят, еще есть город Мышкин на Волге тоже, где прямо так развивается туризм и так далее. Тоже там якобы есть такой человек-двигатель, человек, который все это придумал, организовал и так далее. То есть роль личности в истории никто не отменял. Ну, у Мышкина немножко другая философская основа. Мышкин все-таки он как бы живет для туристов, живет для туристов на вот этой идее мыши, а Плес демонстрирует уникальную для русской провинции позицию, он живет для себя, чтобы ему... Демонстрируя это туристам. Демонстрируя туристам и делая так, что столичные жители завидуют его провинциальной жизни. Понимаете, это вот он не сгибается перед туристами, не тратит всю зиму на то, что шьет какие-то сувениры понимаете, для них, он живет гордо, самодостаточно, самодовольно даже, и ему завидуют, и людям мучительно хочется переехать туда, понимаете, пожить там хоть немного. Вот я считаю, что провинция остальная должна у Плеса учиться этому такому вот гордому самосознанию, самодостаточности, чтобы мы привлекали жителей столиц, чтобы наше население, знаете, как все-таки чувствовало, что в провинции есть свой идеал, завидный, во многом очень интересный, и чтобы многим хотелось, если не переехать туда, то пожить там. Но все-таки, Алексей, вы сыграли роль миссионера, вы появились и принесли с собой некую идею, некое движение, а местные жители чего-то как-то без вас не смогли бы этого сделать, поэтому вы оказались, наверное, в нужном месте в нужное время, а им за это стоит благодарить судьбу. Получается так? А вы-то себя чувствуете миссионером? Последний вопрос у нас мало времени нет, я не думаю, что надо так громко это называть, мы скромные последователи Левитана. Ну, ну, ничижение по очи гордости, еще один звонок мы успеем принять. Да, я слушаю вас, кто нам звонит? Нет, никто не звонит. Или опять Алексей? это что-то редактор. Сорвался. Нет, Вадим. Здравствуйте, Вадим. У нас очень мало времени, говорите быстренько. Сорвался Вадим. тогда мы, к сожалению, да, Вадим, еще раз. Нет. Мы вынуждены все-таки заканчивать. Казалось, что час неспешной беседы о неспешной жизни Плеса будет тянуться и тянуться и тянуться и вот почему-то вот уже секунды остаются и он заканчивает. Я очень хочу, чтобы в нашей стране было больше таких Плесов, чтобы люди смотрели на свою жизнь уверенно, оптимистично и верили в то, что они сами могут это сделать. Потому что вот, собственно, вот этот Алексей Шевцов, который сидит напротив меня, ну абсолютно ничем не отличается от нас.